ВОСТАНКИНА Ельцинская эпопея и Навар Березовского. 2 октября Боря торговал вертолетами, на которых можно перелететь так и же за Урал. Прерванные переговоры и кремлевский ультиматум, мятежный парламент и проигранный бой, стрельба на поражение. Они взяли и увели защитников Белого дома, парламентского дворца, куда-то на окраину. Неизвестные факты об октябрьских событиях в Москве. В программе «Мятеж». Да у меня кровоточащая рана. Я почему так сурово говорю? Потому что у меня кровоточащая рана. Я все время ищу свои ошибки. Почему я не выиграл? Почему я не сделал то? Почему я не это сделал? Конечно, есть. Вот ты затронул-то тему-то для меня очень важную. Прямо точку. Конечно, есть. Но что сказать? Ну, так получилось, к сожалению. Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе. Джон Харрингтон. Удача, дама капризная. Те две недели, прошедшие с момента выхода Ельцинского указа 1421 сентября 1993 года, затем отстранение Ельцина от власти, назначение Рудского исполняющим обязанности президента, съезд народных депутатов бездарно потратил на бесконечную говорильню. Между тем, Кремль использовал вынужденную передышку на 100%. Ельцин понял, что развязать узел можно только силой. Поворотным моментом стали события 28 сентября, когда по команде Кремля Белый дом был обнесен колючей проволокой. Вокруг него было сделано два, так сказать, оцепления из внутренних войск МВД. И таким образом Белый дом был взят в полную блокаду. Было отключено электричество, подача горячей воды, подвоз продуктов и так далее. И можно было бы ожидать, что с этого момента сопротивление в Белом доме прекратится. Однако, как мы знаем, сопротивление продолжалось и 28-го, и 29-го, и 30-го, и 1-го, и 2-го, и 3-го, и 4-го. То есть более недели. Началось то, что позднее назовут осадой Белого дома. Есть некая ирония судьбы и страшная историческая справедливость в том, что те же депутаты, которые два года назад почти единодушно поддержали распад СССР и Беловежские соглашения, через два года сами оказались отправлены на свалку истории. Ну а пока к Белому дому подтягивались люди со всех концов страны. Формировались отряды, организовывалась оборона парламента. Мы с ним в 91-м году потом собирали, время научила, собирали оружие. А сейчас только документ, паспорт, заступил в караул, отстоял, сдавая на получи назад. В это же время за кулисами событий велись тайные переговоры между председателем Верховного Совета и Кремлем. Все надеялись, что все пройдет мирно, как в 91-м году. Должны были начаться серьезные переговоры, на которых я настаивал всегда. Причем не между какими-то там чиновниками, а между мной и Ельцином и Черном Эрдином. Они должны, они были назначены уже. На какой сейчас слух? Они были назначены именно на тот день, когда вот Русской повел эти толпы людей туда, в Осаду. Отсутствие достоверной информации порождало массу слухов и домыслов. Самым популярным слухом был, конечно, слух о бегстве Ельцина. Находились даже очевидцы, которые своими глазами видели, как из Кремля вывозили вещи президента. Другие утверждали, что все это чушь и что Ельцин просто спрятался в американском посольстве. Третьи утверждали, что Ельцин улетел на самолете в Финляндию и оттуда, как Ленин руководит процессом. Это жизненная правда. И в 91-м году он собирался бежать в американское посольство и отказался сесть в машину. И в 93-м году уже в Финляндии были заявлены такие вот визы, как неофициальный визит там президента России. И два самолета там с прогретыми моторами стояли. Я не верю, что он собирался куда-то бежать. Он, по большому счету, привык бороться за власть всегда. Вот вы знаете, я знаю очень немногих людей, которые занимают ключевые должности в своих странах, у которых вот звериная интуиция. И когда их загоняют в угол, после того, как они ничего не делают длительное время, они сосредотачиваться могут и переломить ситуацию им удается. Вот Ельцин был из таких. Он работал именно в форс-мажоре. Он мог беспробудно пьянствовать, а потом, когда нужно было собраться... Слухи ходили самые разнообразные. То вдруг начинали говорить, что на подходе танковая армия, готовая защитить Конституцию. То утверждали, что в воздух подняты бомбардировщики, чтобы бомбить Москву. То вдруг объявляли, что тайные отряды уже захватили Кремль. На волне панических слухов и растущего напряжения понять истинное положение вещей было невозможно. Но находились ловкие пройдохи, типа Бориса Березовского, которые и здесь умудрялись найти для себя выгоду. А логизм и бессмыслица была в действии что одной, что другой страны. Но попутно там, значит, шнырял на той стороне, шнырял Борис Абрамович, который объяснял, что на имеющихся в распоряжении Кремлевского полка вертолетах Ельцина эвакуировать не удастся, и надо срочно купить какие-то другие вертолеты. И вот у него есть где купить. Ты зря, ты зря ржешь. Ладно, на полном серьезе. Это было 2 октября. Боря торговал вертолетами, на которых можно перелететь таки же за Урал. И эти таки же покупали, но беседовали с Борей прямо напрямую о том, что откат должен быть особым, потому что вертолеты английские очень дорогие. У Бори, я подозреваю, вертолетов не было. Он предполагал, что, может быть, всех убьют, и история с вертолетами замнется. Как потом мне рассказывал Борис Абрамович, в общем, с удивлением узнавал про то, что он распустил парламент, про то, что вообще что-то происходит. И трезветь стремительно он начал только тогда, когда ему сообщили, что сейчас ворвется Ампилов и застрелит его из ржавого браунинга. Вот тогда, значит, уже был вызван Борис Абрамович, и стали все выяснять, а долетят ли вертолеты кремлевского полка за Урал или не долетят. А может быть, лучше лететь в Ташкент. Там теплее. Такое сумбурное противостояние продолжалось до 3 октября, когда полумиллионная демонстрация защитников Конституции прорвала оцепление у Белого дома. С этой минуты процесс стал неуправляемым. Так толком и не начавшиеся переговоры были прерваны. Кремль в очередной раз предъявил ультиматум сложить оружие и всем покинуть Белый дом. Депутаты же, вдохновленные картиной народного гнева, впали в эйфорию. Я считаю, что сегодня надо взять Кремль. Костанкино взято. Воодушевленные призывом Рудского, колонны демонстрантов, возглавляемые генералом Макашовым, двинулись к Останкино, чтобы получить доступ в эфир. Практически без выстрелов было захвачено здание мэрии и Совета экономической взаимопомощи СЭФ. Одна провокация за другое. Ведь дело в том, что как оказались представители Верховного СЭФа, это Востанкино. Ведь спровоцировали это все. Шла демонстрация по Калининскому проспекту. Но это сегодня новый Арбат. И здание СЭФ, бывшее здание СЭФ, а потом оно стало зданием мэрии, открыли пулеметный огонь по демонстрации. У меня на глазах. Как вы думаете, какая реакция должна быть? Конечно, мы захватили это здание СЭФа, но рядом стоящее с Верховным Советом. И вот отсюда все это пошло. И уже было понятно, что это уже закончится. Вот тоже Останкино взять. Вот сегодня тоже обвиняют сторонников Верховного Совета, что виновны в гибели людей в Останкино. Но давайте возьмем архивные видеозаписи и стоп-кадрами посмотрим, откуда ведется стрельба. И мы все увидим, что из зданий Останкино ведется стрельба по людям. Мы увидим, что из пулеметов КПВТ, с БТРов ведется стрельба по людям. Были ли БТРы у сторонников Верховного Совета? Могли ли сторонники Верховного Совета проникнуть вовнутрь здания, если оно охранялось внутренними войсками? И стрелять из окон по людям? Конечно, нет. Сегодня уже четко установлено, что так называемый штурм Останкино по сути явился хорошо организованной провокацией со стороны Кремля. Ельцину и его команде нужна была кровь, чтобы начать вооруженный штурм Белого дома. Следствие установило, что убитый в здании телецентра боец спецгруппы «Витязь» погиб в результате взрыва внутри здания, так же, как и сотрудник телецентра. После чего был открыт шквальный огонь по безоружным людям. Нужна была кровь, и она пролилась. Кровь десятков невинных людей. Програли благодаря исключительно русскому. Он повел, вы знаете, вот это когда прорвали уральцев там и другие, прорвали вот эту самую блокаду, и полмиллиона или миллион москвичей и других граждан пришли нас защищать, он повел этих людей в Останкино. Вы послушайте. Ну, что такое Останкино? Кому нужен Останкино? Да вы что, с ума сошли? Причем тут эфир? Это же где-то на окраине Москвы. Они взяли и увели защитников Белого дома, парламентского дворца, куда-то на окраину. Кстати, в этот день вечером можно было бороться у милиционеров, зайти в наш дом и арестовать меня, потому что там никого не было. В ночь на 4 октября Борис Ельцин подписал указ о введении в Москве чрезвычайного положения и о привлечении вооруженных сил к разгону парламента. Утром танки Таманской дивизии, укомплектованные офицерами, вышли на рубеж стрельбы. Начался штурм Белого дома. Ну, давайте себе на секунду представим. Возможен расстрел Конгресса в Соединенных Штатах Америки. Ну, я говорю, да вы чего? Или, возможно, расстрел парламента Англии. Говорит, Александр, еще что-то. Возможен расстрел Бундестага. Нет. Возможен расстрел парламента Франции. Да вы что, вы с чего? С ума сошли? А вот расстрел в цивилизованной стране России возможен. И видите, вся Европа, весь мир, руководители стран, зарубежных, поддержали Ельцина, а не Верховный Совет. Почему? Да потому что Россия всю жизнь была бельмом у всех на глазу. Накануне Ельцин долго беседовал с офицерами группы «Альфа». Им был дан приказ во время штурма стрелять на поражение. Особенно это касалось двух целей. Александра Рудского и Руслана Хазбулатова. Знал, знал. И вот командир группы и сказал, говорит, Александр Владимирович, мне дали такую команду, но я ее выполнить не буду. В целности и сохранности мы вас заставим в следственный изолятор. Казанник, помните, генеральный прокурор по этому поводу давал интервью, когда Ельцин его вызвал на третьи сутки после ареста и приказал никакого следствия быстро все подвести к статье, дать высшую меру и вперед. Но к чести бойцов группы «Альфа» они не выполнили приказ президента Ельцина и начали переговоры с осажденными. Именно они обеспечили выход из Белого дома всех желающих и произвели арест его руководителей. Когда врывалась «Альфа» и уже открывалась дверь в кабинет бледного Рудского, который ждал, что его стреляют на месте, как он потом мне рассказывал. И он знал, что такие указания были. «Альфовцы» – это же государство в государстве. Им можно давать какие угодно приказы, какие угодно указания. Они поступят так, как они считают правильным. Они сочли правильным рассесться, 10 минут поговорить вообще за жизнь и за политику. И только после этого сказали, что Александр Владимирович, давайте с нами. Мы все понимаем, нам не хочется, но давайте с нами. Все будет хорошо, сказали ему альфовцы. Проигнорировав приказ стрелять с порога, а потом вложить пышноусому, гневливому, рудскому табельное в руку. Никто бы не обратил внимания на еще одну смерть. Всего в октябрьских событиях 1993 года в Москве погибло, по официальным данным, около 150 человек. Более 400 было ранено. Причем часть из них была убита так называемыми неизвестными снайперами, которые стреляли как в защитников Дома Советов, так и в сторонников президента Ельцина. Это тема продемократическими СМИ, так сказать, раскручивалась и тогда, и сегодня, что это снайпера были Верховного Совета, но согласно дотолскопической экспертизе, а нас под следствием знакомили с этой экспертизой, ни одного офицера, солдата, гражданской личности, из оружия, изъятого из Верховного Совета, не было убитых. То есть убивали людей снайпера. А чьи эти были снайпера, об этом в журнале «Столица» Марк Дэйч написал, беря интервью у генерала ФСБ, который рассказал, что эти снайпера были привезены вне, извне. То есть это не наши соотечественники. И лично их встречал и выдавал оружие господин Коржаков, начальник службы безопасности президента. Естественно, возникает вопрос, может ли начальник службы безопасности президента без разрешения президента пригласить зарубежных снайперов, выдать им оружие и дать команду отстреливать военнослужащих, сотрудников милиции и гражданской населения. Тем самым противопоставить защитников Верховного Совета вооруженным силам. История с неизвестными снайперами так и осталась нерасследованной. По некоторым данным, еще 17 сентября в Москву и за рубежа прибыла группа специально обученных молодых людей, которых встречали люди из охраны президента Ельцина. По другим данным, это был отряд, сформированный из добровольцев Приднестровья и Абхазии. Так или иначе, сегодня мы видим, как тех же неизвестных снайперов используют в Египте, Сирии, Ливии и других горячих точках мира, везде, где нужно, чтобы пролилась кровь. Возникает вопрос, а кто же стрелял в спину Альфы? Кто стрелял... Вот кто же убил этих людей? Как назывались те, кто стреляли? Откуда? Что на сегодняшнего дня следствием это не установлено официально. Сегодня можно сделать вывод, что трагические события октября 1993 года в Москве были одной хорошо организованной провокацией. Шла борьба за власть между сторонниками президента Ельцина и защитниками Верховного Совета. Третьим участником событий стал народ. Те сотни тысяч людей, которые искренне и наивно полагали, что сражаются за справедливость, и которые стали заложниками и жертвами в этой борьбе. И в этом тоже есть некая высшая символика. Борис Николаевич Ельцин не забыл тех, кто ратифицировал преступные Беловежские соглашения. Да, был какой-то драматический момент, когда Сергея Николаевича Бабурина чуть было не поставили к стенке, но вовремя одумались, потому что сохранение жизни бывших народных депутатов, собственно говоря, было гарантом легитимности, в кавычках, тех преступных Беловежских соглашений, которые привели к распаду Великого Союзного Государства, к юридическому закреплению этого распада. Народ вдруг понял, что он часто становится заложником в больших политических играх, даже не осознавая той роли, которую ему в этих играх отводят. Парадоксально, но факт. Ни один из депутатов съезда и Верховного Совета не пострадал. Уроки октября 1993 года мы еще долго будем осмысливать. Не зря говорится, каждый народ достоин того правительства, которое он заслуживает. И вот я могу сказать, что сильнее расстрела, сильнее ареста, сильнее предательств, которые были вокруг меня, сильнее всех страстей на меня подействовало зрелище московских улиц в тот самый день, в 1993 году, когда бетонобойные снаряды рвались внутри Белого дома, превращая там в месиво людей, когда ползли раненые, когда живьем сгорали люди, когда задыхались в подвалах в коммуникации. Баркашовцы от кого-то отстреливаясь отходили. На московских улицах народ радостно и спокойно жрал мороженое, менял валюту, флиртовал, читал газету «Советский спорт», не имеющий никакого отношения к событиям. То есть, все то, вот это вот кровавое месиво, этот концентрат исторического и прочего безумия, он творился на очень небольшом кусочке Москвы. Вся остальная Москва в этом просто не участвовала. Ей было на это абсолютно напряженно. И вот это феерическое, запредельное безразличие и равнодушие народа, или того, что мы привыкли называть словом «народ», оно подействовало не просто отрезвляюще, вот это и было настоящим шоком. Осень. Доползем ли, долетим ли до ответа? Что же будет с Родиной и с нами? Юрий Шевчук из песни «Осень». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова